Если партнеры не отреагируют, это произойдет через несколько дней, предупреждает Зеленский. Если условия России не выполнят, я никогда не остановлюсь, угрожает Путин. Если ты не прекратишь, мы отрубим тебе все военные щупальцы, меняет курс Пекин. Если вы хотите, а мы уверены, что так оно и есть, расскажем главные новости дня здесь и сейчас. Это программа 20 минут, а я, Ирина Услова. Это эскалационный шаг, шагание северокорейских солдатиков поближе к линии фронта и непосредственно по ней. Уже 27-28 октября боевые рабы Путина Кима появятся на украинском фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки. Президент также заслушал доклад главнокомандующего ВСО Александра Сырского. Речь шла о ситуации на фронте, в частности на Покровском, Кураховском, Лиманском направлениях, а также в ходе операции Украины в Курской области, пока еще РФ. Украинский гарант призвал мир соответствующим образом реагировать на эскалационные шаги России. Это очевидный эскалационный крок России, который имеет значение на отличие от всей этой дезинформации, которой много звучало в Казани цими днями. Свет может чётко побачить, чего насправдь хочет Россия, и это продолжение войны. Саме тому нужна принциповая и сильная реакция лидеров света. К слову, бункерный кровавый диктатор уже даже не отрицает факта переброски войск из КНДР прямиком в Россию. И в тысячу первый раз жалуются, меня обманули и сетуют на обман вражеского Запада. Но от прямого ответа на вопрос, правда ли, что солдатики из КНДР готовятся воевать на стороне России против Украины, Путин уклонился. Журналист NBC News указал ему на снимки, свидетельствующие о переброске северокорейских военных на территорию РФ. И спросил, что эти люди там делают, и не будет ли это еще больше эскалации. Снимки – вещь серьезная, заявил Путин. Бумажка, конечно. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Гениально, прокомментировал он. При этом подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР – внутреннее дело двух стран. Сегодня ратифицирован наш договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Там есть статья 4, сказал Путин, о военной помощи в случае нападения на одну из стран. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи, отметил Путин. Затем он в очередной раз возложил вину за вторжение на нашу территорию, на Запад. «Хочу обратить внимание на то, что не действия России привели к эскалации в Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Штатами», – вновь сказал маразматический Путин. «Было даже публично объявлено, говорит он, сколько денег тогдашняя администрация США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации?» – спросил кого-то воображаемого Путин. Он вновь пожаловался, что Россию вообще обманывали в течение восьми лет, когда говорили о том, что хотят разрешить конфликт на Украине, как он называет войну, мирными средствами путем Минских соглашений. «Позднее ряд лидеров государств Европы прямо сказали, что они нас обманывали, потому что использовали все это время для того, чтобы вооружить украинскую армию», – отметил Путин. Президент пожаловался на обман Запада в девятый раз с начала только этого года. «Он регулярно прибегает к этому приему, желая снять с себя ответственность за развязанную им войну. Это наше дело», – прокомментировал Путин в разговоре с пропагандисткой Скобейкиной положение договора с друзьями из КНДР, как он говорит о военной взаимной помощи в случае агрессии в отношении каждой из сторон. Как и написано. Я не знаю, какой там взрыв. Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого взрыва. Но статья 4 есть. Как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями. И когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим. Соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, из корейской народа, у них Бартической есть. Но я хочу сказать, что это наше суверенное решение. Будем мы применять что-то, не будем. Где, как, нужно ли нам это. Или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта. Это наше дело. Какое совместное противодействие, какая там агрессия против вас всех, болезненные вы. Да, это просто односторонний враждебный акт. Именно так ЕС будет расценивать участие КНДР в агрессии России против Украины. Европейский Союз заявил, что будет рассматривать участие войск КНДР в российской агрессивной войне против нас, как серьезное нарушение международных законов, включая наиболее основополагающие принципы Устава ООН. Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира безопасности. Это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и рост напряженности в регионе и во всем мире. Говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жузепа Борреля. Там также подчеркнуто, что поддержка незаконной агрессивной войны России против Украины со стороны Северной Кореи показывает, как тесно европейская безопасность связана с безопасностью Индийско-Тихоокеанского региона. Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества и передачи вооружений между КНДР и Россией, которые грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. ЕС призывает КНДР прекратить оказывать поддержку незаконным военным усилиям России. Россия, несмотря на свои заявления о готовности к переговорам, не заинтересована в справедливом мире, в связи с чем ищет любую помощь для своей войны, в том же числе у субъектов, как КНДР. Продолжающаяся поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно связана европейская безопасность с безопасностью в Индотихоокеанском регионе. Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию. Также Боррель обвинил РФ в невыполнении своих обязанностей как постоянного члена Совета Безопасности из-за отказа от ключевых обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, в том числе и предотвращение ядерного распространения. Резкая эскалация. Китай недоволен отправкой войск КНДР на войну в Украину. Об этом пишет Financial Times. Аналитики увидели признаки недовольства Пекина в письме Си Цзиньпина Ким Чен Ину на прошлой неделе, в котором китайский лидер благодарит главу КНДР за поздравления по случаю 75-й годовщины основания коммунистического Китая без традиционного упоминания Северной Кореи как дружественной соседней страны. После того, как иностранные разведки заявили об отправке более 12 тысяч солдат КНДР в РФ для участия в войне против нас, обеспокоенность Пекина по поводу тесных военных связей его соседушек усилилась. Для Китая это резкая эскалация партнерства, что грозит дестабилизировать хрупкий баланс сил на корейском полуострове, пишет Financial Times. Развертывание северкорейских войск – это драматичный шаг, и Китаю это совсем не понравится, считает эксперт по Северной Корее из университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков. Более тесные российско-северкорейские связи могут подтолкнуть США, Японию и Южную Корею к укреплению своего военного союза в Восточной Азии. А Пекин хочет любой ценой избежать повторения событий первых лет Холодной войны, когда СССР, Северная Корея и Китай образовали северный треугольник, противостоявший южному треугольнику из Южной Кореи, Японии и США, говорится в материале. Кроме того, Пекин, по данным аналитиков, недоволен перспективой потери влияния на Северную Корею, которую он рассматривает как важнейшее буферное государство против поддерживаемой США Южной Кореи. Также Китай опасается перспективы быть втянутым в войну. По словам профессора международных отношений из Шанхая Шэнгинли, северокорейские войска станут законной целью для Украины. А поскольку между Китаем и Северной Кореей есть договоренность о защите, Пекин юридически будет обязан отправить свои войска в случае нападения на военных КНДР. Все обеспокоены тем, что страна-агрессор помогает Северной Корее совершенствовать ее ядерный потенциал, что может ускорить гонку вооружений в регионе, считают аналитики. При этом эксперты сомневаются, что Россия отдаст приоритет отношениям с Северной Кореей, а не с Китаем, на поддержку которого Москва люто рассчитывает с февраля 2002 года. Китай остается у руля, потому что в конечном итоге он контролирует обе страны. Если бы Китай хотел положить конец этому абсурду, как он его видит, он мог бы это сделать, сказал Ланьков, указывая на зависимость Пхеньяна от помощи Пекина. И хоть финальный аккорд для этой войны Китай не готов сыграть, но похоронный марш Путину писать уже, похоже, начал. Пекин намерен ограничить поставки за рубеж военной продукции, в том числе беспилотников, заявило Министерство торговли Китайской Народной Республики в четверг, в день, когда в Казани завершился саммит BRICS, где российский диктатор Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На специально созданной пресс-конференции официальный представитель китайского Минторга Хэйян Дун напомнил, что с 1 декабря власти вводят новую систему экспортного контроля, в рамках которой продажи дрона будут возможны только при получении лицензии от правительства. С начала украинского кризиса Китай несколько раз вводил меры контроля по дронам и ясно заявил, что гражданские дроны не должны использоваться в военных целях, цитирует CNBC заявление Хэйян Дуна. Чиновник добавил, китайские власти намерены ужесточить практику выдачи лицензий, а также усилить инспекции, чтобы не допускать незаконного экспорта. По новым правилам экспортерам придется раскрывать конечных получателей беспилотников или комплектующих к ним, по данным США. Китай поставляет в Россию двигатели и комплектующие для производства ударных беспилотников «Гарпия», которое ведется с 2023 года. В октябре американский Минфин ввел санкции против двух китайских компаний, участвующих в проекте. Заявление китайского Минторга явно сигнализирует о том, что руководство КНР чувствительно критики Запада, которое обвиняет Пекин в поддержании на плаву российской экономики, отмечает управляющий директор ТНО Габриэль Вилдау. И добавляет, что Пекин послал еще один сигнал Москве о том, что его поддержка нет, не безгранична. На саммите в Казани, где Россия собрала более 20 мировых лидеров, Си Цзиньпин дважды за два дня заявил Путину о необходимости избегать эскалации конфликта в Украине. Он также подчеркнул, что Китай против вовлечения войну третьих стран, недвусмысленно как раз и намекая на отправку на фронт тысяч северокорейских солдат. Путин оказывается стремиться к постоянному прекращению огня. Такую странную тенденцию, которой нет, увидел в поведении диктатора Эрдоган. Эта война обязательно закончится, и задача Турции завершить ее без крови и слез, заявил турецкий лидер. Российский диктатор Владимир Путин якобы стремится к постоянному прекращению огня. Это отмечает Турция. Такое заявление президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана во время разговора с журналистами цитирует местное издание Хабр-7. По его словам, якобы существуют ожидания по обмену заключенными. Как убежден Эрдоган, как и во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Турция увидела, что и диктатор Путин также стремится к постоянному прекращению огня. Вот только мы не заметили 11-й год к ряду. Кроме этого, такие намерения оккупантов якобы подтвердил глава Министерства на стране дела России Сергей Лавров. Да, конечно, ему же верить надо всегда, и можно, и нужно. Во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, Анкара, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы решить проблемы войны, а войны, по всей видимости, дипломатическим путем, заявил Эрдоган. К дополнению к возрождению Черноморского зернового коридора и разминированию во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией 24 октября, мы также увидели, что существуют ожидания по обмену заключенными. Наше желание как можно быстрее начать мирные переговоры между двумя странами и открыть путь к благоприятному результату. Мы будем продолжать неутомимо работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне нет победителей, а в мире нет побежденных. Эта война обязательно закончится, и наша задача завершить ее без крови и слез. Сам Путин говорит, что президент Турции Реджеп Таип Ардоган на саммите Брих с Казани предложил ему возобновить диалог с Киевом по восстановлению зернового коридора и разминированию Черного моря. Мы никогда не отказывались от этого, просто мы всегда исходили из того, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы, отметил Путин. Но мы же помним язык силы и ограничений. Вот что действительно понимает российский диктатор, и то не до конца. Путин заявил о готовности к разумным компромиссам с Украиной после решения Турции и Китая ограничить поставочки военных товаров в РФ. Мы готовы искать и не искать компромиссы, готовы идти на эти компромиссы разумные, но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что прямых переговоров нет, сказал Путин интервью Рососии-1. В то же время он подчеркнул, что речь не идет об уступках, конечно же, или разменах. Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя, отметил Путин, явно демонстрируя биполярку на лицо и другие части тела. По его словам, Украина уже дважды обращалась как будто бы к России с различными предложениями через Турцию, но сразу же отказывалась, вот мы негодники, от своих инициатив. Мой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И без всяких сомнений, никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы, разумные. Но я сейчас не хочу выдаваться в детали, потому что преднятных переговоров-то нет. Противные страны же отказываются от этого. Вот мы сейчас с вами говорили о предложениях со стороны наших турецких друзей. Вот в Нью-Йорке проходило мероприятие по линии Организации Объединенных Наций. Помощник господина Эрдогана Калын позвонил прямо из Нью-Йорка. Позвонил господину Ушакову и сделал предложение от имени украинской стороны. Мы согласились. А на следующий день глава украинского режима публично заявил, что никаких переговоров не будет. А скорее бы исход пришел самому Путину. На самом деле саммит Брикс показал, что даже те, как будто бы союзнички диктатора, которые ранее шли по скользкой дорожке переговорного трека, в Казани решили выйти уверенным шагом на твердую тропу. Отказа от таких нереалистичных мирных инициатив. Ибо все и каждый поняли, справедливый мир Путину не нужен, рассуждает в эксклюзивном разговоре со мной Александр Морозов, политолог, политический философ, научный сотрудник Карлового университета в Праге. И результатов сколько-нибудь серьезных для российской экономики, для дальнейшей российской дипломатии из Брикса никаких не вытекает. И интервью с премьер-министром МОДИ, и то, что уже сказали и другие участники саммита, показывают, что все подчеркивают, и это подчеркнуто и в резолюции этой встречи, все подчеркивают в отношении, скажем, российско-украинской войны только одно. Все верны уставу ООН и документам ООН, которые, надо тут постоянно всегда и напоминать, которые интерпретируют российское нападение на Украину исключительно как агрессию, а то, что делает Россия, как анексия. И никакой другой интерпретации никто из участников саммита не предлагает. В финальной коммунике Казанского саммита действительно наочно продемонстрировала в Брикс кто в лес, кто под дрова, но явно не за Путиным. Навязать свой фасон российско-украинской войны так называемому глобальному югу Путину не удалось ни по сеньке шапка, анализирует результативность сходки в Казани политехнолог Михаил Шетельман. В Казанской декларации 134 пункта. 134. Это же нарочно не придумать, да, специально 134 пункта. Тогда мне стало интересно, зачем они написали столько всего. Зачем нужно 134 пункта декларации? Когда они вообще успели? Это же не напишешь за два дня саммита. Я ее прочитал. Я, по-моему, единственный человек в мире, прочитавший Казанскую декларацию всю. И я почему к ней так возвращаюсь все время? Потому что она и отражает то, что произошло на этом саммите. И даже, скорее, все, что происходит в Бриксе. И что такое сущность Брикса? Значит, эта декларация, например, в том же самом пункте в 2, который вы начали цитировать, говорит об общих ценностях. И перечисляет их через запятую эти общие ценности. Ну, там устойчивое развитие, то есть опять ценно. Например, демократия. Общая ценность у них. В списке в этом, так? Но, ну, например, один из членов Брикса официальных – это Объединенные Арабские Эмираты. Они называются Эмираты. Это королевство. Королевство. В смысле, это объединенные семь королевств. Поэтому какая демократия? Они про что говорят? Какая демократия в абсолютных монархиях? Из чего делается вывод простой? Бразилия написала, что им важна демократия. А там Эмираты написали, что им важно устойчивое развитие. То есть, как бы, эти ценности, они не общие, а у каждого свои. И они их написали, что запятуют ценности каждой отдельной страны. Точно так же их позиция по Украине. Они написали, что у нас у каждого своя позиция по Украине. Либо трусы, либо крестик. С ним все так однозначниками нам не по пути. Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит Генсака ООН Антонио Гутерриша в Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает АФП. Источники РБК Украина в офисе президента также подтвердили эту информацию. На саммите БРИКС, организованном России в Казани, Гутерриш шаркался перед Путиным. И 24 октября призвал к справедливому миру Украине в своей речи перед диктатором положить конец более чем двухлетней войне. Однако его участие во встрече 20 мировых лидеров, включая председателя КНР Сизинпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди в крупнейшем дипломатическом мероприятии в России с тех пор, как Путин торгся Украину в феврале 2022 года, вызвало гнев в Киеве. После Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет. В частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани, сказал высокопоставленный источник в администрации президента Украины. В ходе переговоров с Путиным в Казани Гутерришнов заявил, что российское вторжение в Украину является нарушением устава ООН и международного права, говорится в заявлении ООН. Но в преддверии двусторонних переговоров МИД Украины раскритиковал решение Гутерриша посетить Казань и указал на то, что он не присутствовал на мирном саммите, организованном по нашей формуле мира в Швейцарии в июне. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только наносит ущерб репутации ООН, говорится в заявлении. И, как видим, более чем показателен шарж израильского карикатуриста Малахи Кипаша. А это не ты хотел арестовать меня. Впрочем, Путин отличился колоссальным заявлением, отбитых от реальности заявлений по ходу и по финишу казанской сходки. Среди прочего, он считает, что Украина потеряла стабильное управление своими войсками, находящимися в Курской области. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно, сказал бункерный интервью телеканалу «Рассассия-1», сам давно не понимая, что происходит на самом деле за пределами его подземных мавзолеев. По словам Путина, в настоящее время предпринимаются попытки их, окруженных украинских военных, каких-то деблокировать. Путин заявил, что около 2000 украинских военнослужащих попали в окружение в Курской области, и в настоящее время российские военные уничтожают эту группировку. Да-да, главное верить. Но на самом деле враг обломал зубы на Курщине, а ВСУ продвинулись в районе основного плацдарма. Украинские силы, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарина и Николаева-Дарина, которые расположены к юго-востоку от Каренева. Украинские силы достигли прогресса в Курской области, говорится в новом отчете Американского института изучения войны. Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Каренева в районе основного плацдарма Украины в Курской области. Геолокационные материалы от 24 октября показывают, украинские силы смогли продвинуться вдоль реки Снакость к северу от Дарина и, вероятно, закрепились в населенных пунктах Дарина и Николаева-Дарина, которые расположены к юго-востоку от Каренева. Один из российских военкоров заявлял, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, а также западней Толстого Луга в направлении Зеленого пути. Однако ВСВ пока не подтверждают эту информацию. Российские блогеры утверждали, что российские силы контролируют западную часть Новоивановки, так юго-востоку от Каренева, тогда как украинские подразделения действуют на восточной окраине этого населенного пункта. Кроме того, российские источники, включая Министерство обороны РФ, сообщали об атаках украинских сил к юго-востоку от Каренева вблизи Дарина, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого пути, Новоивановки и к югу от Суджи, возле Плехового. Отрабатываем и повременно оккупированные врагом нашей территории, минусуя военный потенциал противника. Силы обороны Украины поразили ЗРК БУК М3. Кроме того, ВСУ уничтожили и ЗРК БУК М2 оккупантов Луганской области. Приятными новостями делится украинский генштаб. В ночь на 25 октября подразделения сил беспилотных систем вооруженных сил Украины в взаимодействии с другими составляющими сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс БУК М3 и уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей на ведение ракет ЗРК БУК М2 врага. Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения, отметили в генштабе. Военные констатируют, работа продолжается, потому что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу. Впрочем, враг уничтожает уже традиционно и методически сам себя. В Чечне неизвестные расстреляли военный грузовик «Урал» и убили росгвардейца, сообщает российский ресурс «Осторожно новости». Погибшего зовут Дмитрий В., его тело и авто обнаружили днем 24 октября в станице Петропавловской под Грозным. Также известно, военный автомобиль принадлежит воинской части номер 6779 «Урус-Мартан». По данным местных жителей, преступники, которые расстреляли автобусы, нападения смогли скрыться. На Кавказ уже давно взрывается, осталось только пару последних спичек поднести. Весьма пасмурное будущее рисует и без того нестабильному региону в нашем эфире военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Светан. В России назревает и, в принципе, по некоторым позициям уже идет освободительная борьба. Она начнется такая серьезная, серьезные потрясения начнутся с Северного Кавказа. Как раз это Ичкерия, это Ингушетия, это Дагестан. Это те государства, уже можно так их называть, у которых сложилось определенное управление внутреннее. Там оно свое, иногда клановое, но тем не менее оно сложилось. Есть освободительные армии и внутри республик, и снаружи, за пределами Российской Федерации. То есть этот процесс, он уже идет, идет не один год. Так сложилось, что части этих военнослужащих, уже можно сказать, этих армий освободительных, они воюют сейчас на нашей территории против россиян еще с 2014 года. То есть особенно Ичкерия, чеченцы воюют уже несколько десятков лет с россиянами. Потому на разных площадках, одна из них наша в том числе, и эти люди, они, естественно, знают, что происходит на Северном Кавказе. И как раз мы иногда черпаем от них, от наших братьев, черпаем от них информацию. Потому мы проговариваем уже несколько лет о том, что этот процесс в России, развала Российской империи, он уже запущен. Если мир кажется вам холодным, разожгите огни, чтобы сделать его теплее. Люси Ларком, американская поэтесса, Ирина Узлова, украинская телеведущая. Друзья, приходите к нам уже в понедельник, буду ждать вас на этом же месте. А пока подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го, ставьте свои лайки и оставляйте комментарии под этим видео. Все эти ваши действия позволяют всем нашим интервью, а также авторским проектам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верти вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Продолжение следует...